ДАГЕСТАН Онлайн-аферисты теперь взялись за госуслуги и придумывают все более изощренные способы доступа к личным данным. Розовый памятник великому знаменосцу Абдухакиму Исмаилову, водрузившему штурмовой флаг над Рейхстагом, в Махачкале установят скульптуру. Пушкино будет перекрыто и все ради бодрящего напитка. В Махачкале стартовал кофейный фестиваль. Подробности в выпуске. Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП с маршрутным автобусом в Дагестане. Напомним, накануне на трассе «Кавказ» водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с пассажирским транспортом. В результате аварии пострадали 17 человек, в числе которых трое детей. Пятилетний мальчик погиб от полученных травм. Позже выяснилось, что владелец приоры был лишен водительских прав. Двум селам в Южном Дагестане официально присвоены наименования. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Населенный пункт, образованный на территории Сулейманстальского района, называется Новый Испик, а в Магарамкенском районе – Чах-Чах. Они были десятки лет назад упразднены по различным причинам и исключены из учетных данных. Однако Народное Собрание Республики приняло постановление внести изменения в административно-территориальное устройство Республики и возродить аулы. Мошенники не дремлют. Онлайн-аферисты теперь взялись за госуслуги и придумывают все более изощренные способы доступа к личным данным. Новый вид обмана опасен тем, что злоумышленники получают доступ к важным документам граждан. Это позволяет им вмиг оформлять кредиты и даже мобилизовать человека на СВО. Подробнее в сюжете Тамара Самедова и Еслова. Все чаще поступают сообщения о взломах учетной записи на портале госуслуг. Онлайн-взаимодействие с властями обернулось серьезной проблемой. Хранение большого объема личной информации делает этот сервис привлекательной целью для мошенников. И он сказал, что на моей учетной записи какая-то подозрительная активность. Этот код пришел, и я в спешке или быстро назвала этот код. Уже на следующий день я смотрю, и меня отправляют на крызань. Схема со взломом портала госуслуг относительно новая. Если раньше мошенники пытались овладеть банковскими счетами или же с помощью фейковых сообщений заполучить денежные средства, то сейчас они используют персональные данные человека. Распознать такие звонки от злоумышленников крайне сложно. Звонящий будет представляться, называть свои фио, назвать ваши фио, говорить какие-то личные данные, и это часто подкупает людей. Получается у взломомышленников ввести в заблуждение человека. Службы доставки маркетплейсы. Источником информации могут стать любые сервисы, где при регистрации выставляете фамилию, имя, отчество и номер телефона. Эти данные используют мошенники, чтобы представиться сотрудниками госуслуг. Такие бывают схемы. Мошенники могут позвонить к вам на мобильный телефон, представиться, например, сотрудником оператора связи, которым вы пользуетесь, либо сотрудником портала госуслуг. При этом мошенник может вам предложить продлить договор на использование мобильного номера, если это оператор связи, с подтверждением на портале госуслуг, либо сообщить вам о том, что зафиксировано множество попыток взлома вашего аккаунта на госуслугах, и вам нужно вот прям срочно подключить дополнительную защиту. Для этого, опять-таки, нужно подключить эту услугу на портале госуслуг. Соответственно, вот пришел код, продиктуйте его нам. Точно такая история произошла и с Марьей Малибековой. Мошенники представились сотрудниками портала госуслуги и отметили, что замечена подозрительная активность на ее аккаунте. Девушка в спешке продиктовала код. Последствия этого действия оказались не самыми утешительными. В общем, я торопилась на родительское собрание, и мне поступил звонок, и человек представился якобы это специалист госуслуг. И он сказал, что на моей учетной записи какая-то подозрительная активность, и будет лучше, если заблокируем личный кабинет. И мне нужно будет назвать код, который придет, да, с СМС. И, конечно же, этот код пришел, и я в спешке ему быстро назвала этот код. И спустя пару часов я уже получаю уведомление, что у меня сменен номер телефона в личном кабинете, и уже на следующий день я смотрю, и меня оформляют микрозаймы. Навредить злоумышленники могут не только оформив кредиты. Ущерба не причиняют, подав заявки на различные услуги. Такие случаи были зафиксированы в период мобилизации в прошлом году, когда злоумышленники получили доступ к личному кабинету госуслуг гражданина, но не смогли оформить там какой-то кредит. При этом они отправили заявку от имени гражданина на вступление в добровольческий отряд. Но если все же вас взломали, то не спешите отчаиваться. Даже в этом случае можно успеть спасти свои данные. Что можно посоветовать, если вы купились на такую историю, понимаете, что, скорее всего, это был мошенник. Два простых способа. Первый – это позвонить в службу поддержки. Соответствующий, я не знаю, если вы беспокоитесь за свои банковские вклады, деньги, то позвонить в банк. Вторая история – обратиться в МФЦ, прийти туда с паспортом, где вам поменяют ваш логин и порог при необходимости, для того, чтобы злоумышленники больше не имели доступа к вашим данным. Еще один способ мошенничества на платформе госуслуги – создание сайта-двойника. Страница авторизации на фейковом портале полностью сходится с официальным. И в случае введения своих данных вся персональная информация утекает в руки злоумышленников. Как понять, что этот сайт фейковый? Чтобы понять, в первую очередь, нужно посмотреть в адресной строке правильность написания этого сайта. То есть госуслуги.ру. Никаких дополнительных цифр, букв и так далее там быть не должно. Ну а пока вы не подверглись атакам от мошенников, спешите обезопасить свои данные. Предупрежден – значит вооружен. Придумайте надежный пароль и не используйте его для других аккаунтов. Он должен быть длинным и оригинальным. И самое главное – включите двухфакторную аутентификацию. Эксперты напоминают, что представители официальных организаций никогда не звонят по собственной инициативе. Неважно, это сотрудники банка, госуслуги или же маркетплейсы. При любых таких обстоятельствах следует помнить, что не стоит вступать в диалог с неизвестными. Лучший способ защитить свои данные – не общаться с мошенниками и сразу класть трубку. Тамара Самедова, Шамиль Хиресулаев, Нурмагомед Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. В Махачкале может появиться памятник военнослужащему Абдулхакему Исмаилову, который водрузил знамя победы над Рейхстагом во время Великой Отечественной войны. С такой инициативой к первому замглавы города Нариману Темиркаеву на приеме граждан обратился скульптор Эльбрус Кадеев. По его проекту монумент будет изготовлен из бронзы и дагестанского камня. Установить его Кадеев предлагает на территории гимназии номер 28, которая расположена на улице, названной в честь Исмаилова. По словам Кадеева, это сооружение станет настоящим символом победы над фашизмом и патриотизмом для подрастающего поколения. Однако мастер сейчас сталкивается с бюрократическими проволочками, которые замедляют процесс. Как бы вопрос начал решаться. Он как бы довершен, но остались нюансы. Нюансы никакие. Опять-таки эти бумажные монеты или времени нет, или как. Но не мой вопрос. Мои дела лепить. Нариман Темиркаев поддержал идею, пообещал обсудить возникающие вопросы с профильными структурами мэрии для принятия решения. В Махачкале в связи с проведением ежегодного фестиваля «Кофе и Хореца» ограничено движение автотранспорта. С 11 по 14 июля будет перекрыта улица Пушкина на участке от Яракского до Ливаневского. В указанные дни в парке имени Сулеймана Стальского и будет проходить мероприятие. Его посетителями станут порядка 3,5 тысяч человек. Гости будут дегустировать разные сорта этого напитка. Кроме того, им предложат отведать много вкусной еды. Не обойдется фестиваль и без спортивных состязаний, мастер-классов и конкурсов. В селении Ансалта Ботлихского района пройдет республиканский конкурс хафизов в памяти богослова Исалава Исалаева. Лучших чтецов будут определять по четырем номинациям. 30-й джуз для участников до 12 лет, 5 джузов до 14 лет и 10 для участников до 17 лет включительно, а также полный хиф с Кораном. Призовой фонд конкурса 800 тысяч рублей. Организатор – Муфтия Дагестана при поддержке жителей селения Ансалта. Подробности можно уточнить по номеру, который вы видите на своих экранах. И к новостям спорта. Вольник из Дагестана Шамиль Мамедов включен в заявку Олимпийского турнира борцов в Париже. Спортсмен допущен на Игры 2024 в нейтральном статусе. Он находится в списке 16 участников соревнований в весе до 65 килограмм. Шамиль Мамедову 23 года. Он двукратный чемпион России и призер чемпионата мира. На сегодня это единственный российский борец, который принял приглашение Международного олимпийского комитета. Известно, что решение о поездке на Олимпиаду каждый допущенный спортсмен принимает самостоятельно. Турнир вольников в Париже пройдет с 8 по 11 августа. И в продолжение темы. Всего на олимпийский ковер Парижа выйдут 11 воспитанников Дагестанской школы воин борьбы. Список участников предстоящих игр в Париже опубликован на сайте Объединенного мира борьбы. Наши спортсмены будут выступать под флагами 9 стран. Больше всего легионеров заявлено в весе до 86 килограмм. Это Даурен Куруглиев, Осман Нурмагомедов, Магомед Рамазанов и Жавраил Шапеев. В списках категории до 97 килограмм Ахмед Тажудинов и Магомед Хан Магомедов. Также среди участников Олимпиады Иснаил Мусукаев, Зелинхан Абакаров, Розамбек Жамалов и Юсуп Батармурзаев. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин